Глава пятая. У старосты. К его собственному удивлению, предстоящий разговор со старостой мало беспокоил Ка. Он это объяснял себе тем, что до сих пор, как показывал опыт, деловые отношения с графской администрацией складывались для него совсем просто. Происходило это от того, что, по-видимому, в отношении него была издана определенная, чрезвычайно для него выгодная инструкция, а с другой стороны, все инстанции были удивительным образом связаны в одно целое, причем это особенно четко ощущалось там, где на первый взгляд такой связи не существовало. Думая об этом, Каббл готов считать свое положение вполне удовлетворительным, хотя при таких вспышках благодушия он спешил себе сказать, что в этом-то и таится главная опасность. Прямой контакт с властями был не так затруднен, потому что эти власти, при всей их превосходной организации, защищали от имени далеких и невидимых господ далекие и невидимые дела, между тем, как сам Ка боролся за нечто живое, за самого себя. Притом, пусть только в первое время боролся по своей воле, сам шел на приступ, и не только он боролся за себя. За него боролись и другие силы, он их не знал, но по мероприятиям властей мог предположить, что они существуют. Однако тем, что власти до сих пор охотно шли ему навстречу, правда в мелочах, о крупных вещах до сих пор речи не было. Они отнимали у него возможность легких побед, а одновременно и законное удовлетворение этими победами, с вытекающей отсюда вполне обоснованной уверенностью, необходимой для дальнейших, уже более серьезных боев. Вместо этого власти пропускали ко всюду, куда он хотел. Правда, только в пределах деревни. И этим размагничивали и ослабляли его. Уклоняясь от борьбы, они вместо того включали его во внеслужебную, совершенно непонятную, унылую и чуждую ему жизнь. А если Ка не будет все время на чеку, то может случиться, что в один прекрасный день, несмотря на предупредительность местных властей, несмотря на добросовестное выполнение всех своих до смешного легких служебных обязанностей, обманутой той внешней благосклонностью, которую к нему проявляют, Ка станет вести себя в остальной своей жизни столь неосторожно, что на чем-нибудь непременно споткнется. И тогда власти, по-прежнему любезны и мягко, как будто не по своей воле, а во имя какого-то незнакомого ему, но всем известного закона, должны будут мешаться и убрать его с дороги. А в чем, в сущности, состояла его остальная жизнь здесь? Нигде еще Ка не видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут. Они до того переплетались, что иногда могло показаться, что служба и личная жизнь поменялись местами. Что значило, например, чисто формальная власть, которую проявлял Клам в отношении служебных делка, по сравнению с той реальной властью, какой Клам обладал спальника. Вот и выходило так, что более легкомысленное поведение, большая непринужденность были уместны только при непосредственном соприкосновении с властями, а в остальном нужно было постоянно проявлять крайнюю осторожность, соглядка во все стороны на каждом шагу. Встреча со старостой вскоре вполне подтвердила, что Ка правильно представил себе здешние порядки. Староста, приветливый, гладковыбритый толстяк, болел. У него был тяжелый подагрический припадок. И принял Ка, лежа в постели. «Так вот, значит, наш господин землемер», сказал он, попробовал приподняться, чтоб с ним поздороваться, но не смог, и снова опустился на подушку, виновато показывая на свои ноги. Тихая женщина, больше похожая на тень в сумеречном освещении от крохотных окон, к тому же затемненных занавесками, принесла для Ка стул и поставила его у самой постели. «Садитесь, садитесь, господин землемер», сказал староста, «и скажите мне, какие у вас будут пожелания». Ка прочел ему письмо к ламу и добавил от себя кое-какие замечания. И снова у него появилось ощущение необыкновенной легкости общения с местной властью. Они буквально брали на себя все трудности, им можно было поручить что угодно, а самому остаться ни к чему не причастным и свободным. Староста как будто почувствовал в нем это настроение и беспокойно завертелся на кровати. Наконец он сказал, «Я, господин землемер, как вы, вероятно, заметили, уже давно обо всем знаю. Виной тому, что я сам ничего еще не сделал, во-первых, моя болезнь. И потом, вы так долго не приходили, что я уже подумал, не отказались ли вы от этого дела. Но теперь, когда вы так любезно сами пришли ко мне, я должен сказать вам всю правду и довольно неприятную. По вашим словам, вас приняли как землемера. Но, к сожалению, нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет никакой, даже самой мелкой работы. Границы наших маленьких хозяйств установлены, все аккуратно размежевано. Из рук в руки имущество переходит очень редко. А небольшие споры из-за земли мы улаживаем сами. Зачем нам тогда землемер? В глубине души, Ка, правда, того не ведая, был уже готов к такому сообщению. Поэтому он сразу и сказал, это для меня полная неожиданность, значит, все мои расчеты рухнут. Могу лишь надеяться, что тут произошло какое-то недоразумение. К сожалению, нет, сказал староста. Все обстоит именно так, как я сказал. Но как же можно, крикнул Ка, неужели я проделал весь этот долгий путь, чтобы меня отправили обратно? Это уже другой вопрос, сказал староста. Не мне его решать. Но объяснить вам, как произошло недоразумение, это я могу. В таком огромном учреждении, как графская канцелярия, может всегда случиться, что один отдел даст одно распоряжение, другой – другое. Друг о друге они ничего не знают. И хотя контрольная инстанция действует безошибочно, но в силу своей природы она всегда опаздывает. Поэтому и могут возникать всякие незначительные недоразумения. Правда, обычно это сущие пустяки. Мелочи вроде вашего дела. Я еще никогда не слыхал, чтобы делали ошибки в серьезных вещах. Но, конечно, все эти мелочи тоже штука неприятная. Что касается вашего случая, то я не стану делать из него служебную тайну. Я ведь совсем не чиновник, я крестьянин, и крестьянином останусь. И я вам откровенно расскажу, как все вышло. Давным-давно, прошло всего несколько месяцев, как я вступил в должность старосты, я получил распоряжение, уже не помню, из какого отдела, где в самом категорическом тоне, эти господа иначе не умеют, было сказано, что в скором времени будет вызван землемер, и что нашей общине поручается подготовить все необходимые для его работы планы и чертежи. Конечно, это распоряжение не могло вас касаться. Это было много лет тому назад. Да я сам и не вспомнил бы о нем, не будь я болен. А когда лежишь в постели, времени много, тут всякая чепуха в голову лезет. Митце, перебивая себя, позвал он жену, которая в непонятной суете шмыгала по комнате. Посмотри, пожалуйста, в том шкафу. Может, найдешь распоряжение. А я, обращаясь к Ка, он объяснил. Я тогда только начал служить и сохранял каждую бумажку. Жена тут же открыла шкаф. Ка и староста взглянули туда. В шкафу было полно бумаг. При открывании оттуда вывалились две огромные кипы документов, перевязанных веревкой, как обычно перевязывают пучки хвороста. И женщина испуганно отскочила. Да ниже внизу, посмотри внизу, распорядился староста с постели. Обхватывая кипы обеими руками, жена стала послушно выбрасывать их из шкафа, чтобы добраться до нужных документов. Уже полкомнаты было завалено бумагами. — Да, — сказал староста, качая головой. — Огромная работа проделанная. Тут только самая малость главная спрятана у меня в амбаре. Впрочем, большая часть бумаг давно затерялась. Разве возможно все сохранить? На амбаре всего еще много. Ну как, нашла распоряжение? — спросила на жены. — Ты поищи папку, на которой слово землемер подчеркнуто синим карандашом. — Темно, — сказала жена. — Пойду принесу свечку. И топча бумаги, она вышла из комнаты. — Жена мне большой в подспоре во всей этой канцелярщине, — сказал староста. — Работа трудная, а делать ее приходится только походя. Правда, для писания у меня есть еще помощник, наш учитель, но все равно справиться трудно. Вон сколько нерешенных дел, я их складываю в тот ящик. И он показал на второй шкаф. А уж теперь, когда я болен, нас просто завалило. И он утомленно, хотя и гордо, откинулся на подушке. — Может быть, я могу помочь вашей жене искать? — спросил Ка, когда та вернулась со свечой и, став на колени, начала искать документ. Староста с улыбкой покачал головой. — Я вам уже сказал, что служебных тайн у меня от вас нету, но допустить вас самих рыться в бумагах я все же не могу. В комнате наступила тишина. Слышен был только шорох бумаг, староста даже немного задремал. Негромкий стук в дверь заставил Ка обернуться. Конечно, это пришли его помощники. Видно, что их уже немного удалось воспитать, они не ворвались в комнату и только прошептали в приотворенную дверь. Мы совсем на улице замерзли. — Кто там? — вздрогнул староста. — Да это мои помощники, сказал Ка. — Не знаю, где будем подождать меня. На улице слишком холодно, а тут они будут в тягость. — Мне они не помешают, любезно сказал староста. — Пустите их сюда, ведь я их знаю, старые знакомые. — Они мне в тягость, откровенно сказал Ка, переводя взгляд с помощников на старосту, а потом снова на помощников, увидел, что все трое улыбаются совершенно одинаковой улыбкой. — Ладно, раз вы уже тут, сказал он, словно решившись. Оставайтесь и помогите ко супруге староста отыскать документ, на котором синим карандашом подчеркнуто слово «землемер». Староста не возражал. — Значит, то, что не разрешалось Ка, разрешалось его помощникам, и они сразу набросились на бумаге, но больше расшвыривали документы, чем искали, и пока один по буквам разбирал надпись, второй уже выхватывал папку у него из рук. А жена старосты только стояла на коленях перед пустым ящиком. Она как будто совсем перестала искать, во всяком случае, свеча была от нее очень далеко. — Да, помощники, — сказал староста, самодовольный, улыбаясь, как будто все делается по его распоряжению, только никто об этом даже не подозревает. — Значит, они вам тягость, но ведь это ваши собственные помощники. — Вовсе нет, — холодно, сказал Ка. — Они тут ко мне приблудились. — То есть как это приблудились, сказал староста. Вы хотите сказать, они к вам были прикреплены? — Ладно, пускай прикреплены, сказал Ка, но только с таким же успехом они могли свалиться с неба, настолько необдуманно их ко мне прикрепили. — Необдуманно у нас ничего не делается, сказал староста и, позабыв о больной ноге, сел и выпрямился. — Ничего, сказал Ка, а как же мой вызов? — И ваш вызов был, наверное, обдуман, сказал староста. — Только всякие побочные обстоятельства запутали дело. Я вам это докажу с документами в руках. — Да эти документы никогда не найдутся, сказал Ка. — Как не найдутся, крикнул староста. — Митцы, пожалуйста, ищи поскорее. Впрочем, я могу рассказать вам всю историю и без бумаг. На распоряжение, о котором я вам говорил, мы с благодарностью ответили, что никакой землемер нам не нужен. Но этот ответ, как видно, вернулся не в тот же отдел, назовем его отдела, а по ошибке попал в отдел Б. Отдел А, значит, остался без ответа. Да и отдел Б, к сожалению, получил не весь наш ответ целиком. То ли бумаги из пакета остались у нас, то ли потерялись по дороге, но во всяком случае не у них в отделе. За это я ручаюсь. Словом, и в отдел Б попала только обложка. На ней было отмечено, что в прилагаемом документе, к сожалению, там его не было. Речь идет о назначении землемера. Тем временем отделаж дал нашего ответа. И хотя у них была заметка по этому вопросу, но, как это часто случается при самом точном ведении дел, вещь вполне понятная и даже неизбежная. Их референт положился на то, что мы им ответим, и тогда он либо вызовет землемера, либо, если возникнет необходимость, напишет нам снова. Поэтому он пренебрег всеми предварительными записями и позабыл об этом деле. Однако пакет без документов попал в отдел Б к референту, который славился своей добросовестностью. Его зовут Сардиния, он итальянец, и даже мне, человеку посвященному, непонятно, почему он с его способностями до сих пор занимает такое незначительное место. Но прошло уже несколько месяцев, если не лет, с тех пор, как отдела впервые написал нам, и это понятно. А ведь если бумага, как полагается, идет правильным путем, то она попадает в свой отдел самое позднее через день, а и в тот же день ей дается ход. Но ежели она как-то пойдет не тем путем, а при такой отличной постановке дела, как в нашей организации, нужно чуть ли не нарочно искать не тот путь. Но тогда, тогда, конечно, все идет очень долго. И когда мы получили запрос от Сардини, мы лишь смутно помнили, в чем дело. Работали мы тогда только вдвоем с Митце, учителя мне еще в помощники не назначали, копии мы хранили исключительно в самых важных случаях. Словом, мы могли дать только очень неопределенный ответ, что о таком предписании мы ничего не знаем и нужды в землемере не испытываем.